Тепла и сердец хватит всем. В столице Чувашии прошел республиканский форум замещающих семей. Попечители и опекуны со всех районов республики и соседних регионов собрались вместе, чтобы обсудить проблемы и поделиться опытом. Что волнует родители-воспитатели, узнавали мои коллеги. В финале республиканского форума приняли участие более 400 представителей замещающих семей, органов опеки и попечительства со всех районов Чувашии, а также из соседних регионов. Семейная история о том, как приемный ребенок стал родным. У всех разные, но эмоции одинаковые. Это хорошо заметно на выставке. Яркие краски, солнце, счастливые улыбки. Накануне о проблемах и перспективах усыновления говорили на муниципальных площадках, в которых участвовали более 2000 человек. Спасибо вам за то, что сегодня вместе собрались, обсуждаете разные вопросы на разных тренингах, круглых столах. Соответственно, будете делиться своим замечательным, прекрасным опытом, как нужно любить свою землю, как нужно любить своих родителей, как нужно любить детей. Вы на самом деле сами, наверное, уважаемые родители, не осознаете, какое огромное благородное дело вы делаете. Прежде всего и для государства, прежде всего для этих детей, но и для вас, для самих. Торжественная часть форума – награждение лучших опекунов Чувашия. В финале творческого конкурса «Семейный очаг» приняли участие 32 семьи. Призеров и победителей выявляли в пяти номинациях. Лучшей стала семья Надежденных из Чебоксар. Они воспитывают четверых детей. Мальчика Диму усыновили полтора года назад. Мы вообще не подразделяем. То есть взяли, все наше. Даже уже с момента, когда мы решились, отослали, нашли ребенка, отослали документы, уже назад дороги не было у нас. Дети сразу восприняли, как братика его. То есть мы еще, он еще был в дороге, а уже где наш братик, где наш братик. Стараемся все вместе делать. Показывать детям, что семья – это главная ценность вообще в нашем мире. Любовь, терпение, доверие – это вот основные качества должны быть. В этом году основная тема форума – адаптация и социализация детей подросткового возраста. Его проводят уже в четвертый раз. Результаты уже видны. По итогам прошлого года Чувашия вошла в число лидеров по устройству детей-сирот. В замещающих семьях воспитывается более трех тысяч ребят. Из них практически половина уже нашла постоянный дом и родителей. Это обоюдное такое движение друг к другу навстречу государства, общества и самих наших семей. Очень много говорится о том, что в России Чувашии не должно быть детей-сирот. Не может быть чужого брошенного ребенка. И вот этот позыв, эти сигналы государства слышат наши семьи. Они неравнодушны к этой чужой проблеме, чужой беде и принимают детей своей семьи. Этот форум – лишь часть проводимых мероприятий. В Чувашии активно развивается институт попечительства. Работают ассоциации замещающих семей, центры сопровождения и школы приемных родителей. Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул руководство республики и впредь будет поддерживать и содействовать всем, кто неравнодушен к судьбе детей-сирот и готов подарить им родительскую любовь и заботу. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.